Даны N фишек нескольких цветов, причем фишек любого цвета не больше, чем N половина. Докажите, что их можно расставить по окружности так, чтобы никакие две фишки одного цвета не оказались рядом. У любого цвета не больше половины. Ну вот, например, 2018 фишек, при этом любого цвета не больше, чем фишки девчонок. Докажите, что их можно расставить по окружности, чтобы никакие две фишки одного цвета не оказались рядом. 251 задача, задача как вам? Вам, по-моему, ответа. Цветов у нас не в чем? Если бы было два, то это означало бы, что более-менее было, ну, не более-менее, половина одного цвета, половина другого. Тогда, конечно, можно подключить их составить. Нет, но это идея, что цветов может быть много. Николай Васильевич, упорядочим цвета по количеству их носителей. Да, упорядочим. Теперь рассмотрим столько цветов. Минимальное количество цветов первых, что их сумма больше или равна, чем n пополам. Минимальное количество. Будем их ставить подряд на нечетные беста. Но после этого будет какой-то остаток последнего цвета. Его начнем ставить в отчетные места. Очевидно, что пока у нас все хорошо. Остались места такие, которые не соприкасаются. А на них уже в любом порядке можно ставить. Ну, в принципе, это решение. Хотя на самом деле в этой задаче есть более понятный способ. Состоящий с делающими. Можно создавать эту картинку, начиная с самого большого цвета. Следующим образом. Да, вы смотрите. Берем цвет, который встречается небольшое количество раз. И выставляем эти точки на окружности. Заметьте, на окружности никаких других точек пока нет. После этого между ними начинаем вставлять следующий по встречаемости цвет. Когда они кончились, если у нас, что называется, все проставлено, то успокаиваемся, потому что дальше каждый следующий цвет легко можно будет вставлять между этими. Если же они кончились раньше, то берем следующий по встречаемости цвет и вставляем. И в какой-то момент действительно у нас получится, что мы зайдем за вот это вот первоначальное количество, тогда надо вставлять между уже поставками этих. Потом следующий, потом следующий. Да, то есть задача всегда простая. У порядка количества цветов, все легко. Следующая задача на первую же тему, но намного сложнее.